Добрый вечер! В эфире «Вести» Карачаева Черкесия в студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Вопросы социально-экономического развития Карачаева Черкесии обсудили полпредпрезидента ВСКФО Юрий Чайко и глава республики Хрошит Темрезов. Духовно-нравственное воспитание молодежи. Эту тему обсудили на совещании с участием министра по делам национальности и экспертного совета. От поля до прилавка и по ценам от производителя. В Черкесске открылась ярмарка на территории бывшего Тургеневского рынка. Удачная ставка, как снимается кино и кто в нем главные актеры. Завершены съемки фильма «Экспресс». В Пятигорске составилась рабочая встреча полномочного представителя президента Российской Федерации ВСКФО Юрия Чайки и главы Карачаева Черкесии Рашида Темрезова. Обсудили вопросы социально-экономического и общественно-политического развития субъектов, в частности касающегося выполнения поручений президента России и реализации приоритетных национальных проектов. Рашид Темрезов также сообщил об итогах состоявшихся выборах на территории региона. Отдельно рассмотрели санитарно-эпидемиологическую ситуацию в республике и меры по ее стабилизации, в том числе связанные с предстоящим началом туристического сезона на курортах Карачаева Черкесии. Затем Рашид Темрезов принял участие в совещании, посвященном безопасности горного туризма на Северном Кавказе под председательством Юрия Чайки. Полпред подчеркнул, что туризм для регионов Северного Кавказа является стратегически важным направлением и одним из ключевых стимулов развития экономики макрорегиона. Имеющийся природный потенциал создает все возможности для активного развития круглогодичного горного туризма на территории практически всех субъектов СКФО. Однако при всей своей красоте и безмятежности природа наших гор таит в себе немало опасностей, с которыми могут столкнуться туристы. Вопросы обеспечения безопасности являются одним из важнейших элементов организации туризма. Приобретенным направлением деятельности является сохранение жизни и здоровья граждан, сказал Юрий Чайка. По итогам совещания сформирован пакет мер и протокольных поручений, выполнение которых будет взято на контроль аппарата полномочного представителя президента России в СКФО. Сегодня на базе Северокавказской государственной академии прошел круглый стол по теме духовно-нравственное воспитание молодежи в рамках реализации стратегии государственной национальной политики России. В ходе встречи видны ученые-общественные деятели и представители духовенства обсуждали вопросы взаимодействия гражданского общества в сфере духовно-нравственного воспитания. Подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Данный круглый стол – это хорошая площадка, где мы можем обсудить различные практики реализации государственной национальной политики. Открывая круглый стол, ректор Северокавказской государственной академии Руслан Качкаров отметил, что подобные встречи позволяют выработать важные предложения для создания необходимых современных инструментов. Также в работе круглого стола обсуждались вопросы, касающиеся противодействия распространению идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде. Собравшиеся отметили, что ведется большая работа по реализации различных проектов, направленных на духовно-нравственное воспитание молодежи. Молодежь Кавказа, она как созидательна, так, наверное, и легко может превращаться в какой-то инструмент для забрасывания деструктивных зерен межнациональных противостояний, религиозного радикализма. Но, к сожалению, на сегодняшний день никуда от этого не уйти, несмотря на заявление и заверение председателя ФСБ России, директора ФСБ России Бортникова о том, что Бортподполье побеждено во всех его проявлениях ОСКФО. В свою очередь, председатель комиссии общественной палаты России по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин подчеркнул, что только общими усилиями взаимодействия с обществом возможна реализация стратегии государственной национальной политики. Работать активно, работать вместе, вот наш с вами круглый стол, это как раз яркое доказательство симфонии или взаимодействия трех акторов национальной политики. Это власть различных уровней и различных форм, это институты гражданского общества, это экспертное сообщество. Умение работать с молодежью, находить решение сегодняшним проблемам, это является основной задачей нашей работы, отметил министр по делам национальности, массовым коммуникациям и печати Карачаева Черкесии Альберт Кумуков. Как мы будем взаимодействовать, как мы будем работать с ними, от этого будет зависеть будущее, будущее нашей республики, нашей страны. И очень приятно, еще раз повторюсь, что мы собрались для обсуждения этого в рамках реализации стратегии государственной национальной политики. Надо рассматривать молодежь не как субъект межнациональных отношений, а как объект. Мы вчера с Вадимом Юрьевичем говорили уже об этом. Нельзя относиться к молодежи и в этом направлении откладывать на второй, на третий план. Это важная составляющая внутренней политики. В ходе работы круглого стола участники обсудят актуальные проблемы и наметят перспективные направления их решения. Также в дискуссии смогут принять участие ученые из других регионов страны в онлайн-режиме. Алиханев Шоков, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия. Сегодня в Черкесии на территории бывшего тургеневского рынка открылись дополнительные торговые точки, работающие по системе от поля до прилавка в целях снижения цен на продукты питания. На них представлена овощная, мясная и молочная продукции, а также фрукты по ценам ниже рыночных. По мере сбора нового урожая Минсельхозом Республики совместно с Минпромторгом планируется проведение традиционных сельскохозяйственных ярмарок на региональном уровне. Мини-ярмарка будет открыта до 10 октября. Организаторы ярмарки регионального отделения партии «Единая Россия» Минсельхоз Республики и мэрия Черкеска. Время проведения ярмарки по течение месяца ежедневно, а в случае, если это будет востребовано и дальше, то есть цены здесь абсолютно приемлемые ниже, чем на рынке, то по решению мэрии будет продлен срок действия ярмарки еще на месяц. 16 октября планируется на площадке агропарка осенняя сельскохозяйственная ярмарка, где также будут представлены, впрочем, как и ежегодно представлены все продукты питания, производимые на нашей территории, также будут приглашены с близлежащих регионов, также будут цены ниже рыночных. Вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 25 671 человек, из них 22 721 выздоровели, 770 человек госпитализированы. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии местами дождь, в горах с мокрым снегом, ночью и утром туман, ветер восточный 6-11 метров в секунду, днем будут порывы до 15-18. Температура ночью 2-7, в горах минус 2 плюс 3, а днем 7-12 и местами до плюс 7. В Черкесске небольшой дождь, ветер восточный 6-11 метров в секунду, днем будут порывы до 15-18, температура ночью 5-7, а днем 8-10 градусов тепла. Продолжаем выпуск. Международному дню музыки было посвящено творческое мероприятие, которое прошло в Республиканской детской библиотеке имени Сергея Никулина. Ее участниками стали учащиеся 9-го класса школы номер 2 Республиканской столицы и воспитанники колледжа культуры и искусств имени Аслана Даурова. Организаторы постарались составить программу таким образом, чтобы мероприятие запомнилось и взрослым, и детям. Запомнилось оно и нашей съемочной группе, рассказывает Муражен Кезов. Об истории праздника ребятам рассказала сотрудник библиотеки, заведующая отделом литературы и искусства Любовь Хубиева. Она подчеркнула, что музыка способна открывать людям новое и объединять их, даруя ни с чем не сравнимое эстетическое наслаждение. Сейчас я играла шопен-вальс из опыта 69 номер 2. Играю гаммы, этюды, сонаты Гайдена и многое другое. Студенты колледжа культуры и искусств имени Даурова исполнили произведения на разных музыкальных инструментах, прозвучали классика, современная музыка и народные мотивы. Наряду с новыми тенденциями, которые наша молодежь слушает, хотелось бы, чтобы они и знали, что такое классические произведения, их авторов, потому что классика, она со временем уже доказана, не стареет. Все присутствующие на мероприятии получили большой заряд бодрости, зарядились хорошим настроением и положительными эмоциями. Я очень сильно люблю классическую музыку, слушаю часто ее дома, когда занимаюсь роками либо уборкой. Я очень хорошо знаю современных и старых музыкальных исполнителей, узнал из произведений, которые я слушал, которые прозвучали в этом зале. Впрочем, ожидания мои очень были хорошие. Не только красота спасет мир, но и музыка. А музыки много не бывает. К такому выводу пришли все участники Дня музыки. Мурат Сен-Юзов, Расул Берди, Вести Карачаева, Черкесия. В Карачаеве, Черкесии в течение двух месяцев проходили съемки комедии «Экспресс» дебютного «Полного метра» режиссера Руслана Братова, чья короткометражка «Лалай-балалай» получила гран-при на 28-м кинотавре. В эти выходные съемки завершились. О погоде на съемочной площадке и о процессе кинопроизводства расскажет Альбина Ламкова. Съемочная площадка – это отдельный мир. В нем жизнь кипит, много людей и суеты. Каждая минута дорога. Из плана на день выбиться нельзя. Поэтому съемки проходят при любой погоде и в любое время года. Будь то минус 20 или плюс 30 градусов. По сценарию на съемочной площадке сейчас лето. Хотя на улице холодно, не по-осеннему. Готовность павильона должна быть стопроцентная. Но все учесть невозможно. Поэтому на площадке веселая беготня. Закономерный итог большого пути и результат ранее проделанной работы. Создание кино использует самую современную технику и цифровую технологию. Исполнитель главной роли кинокомедии Лев Зулькарнаев. Ему 21 год. Он живет и учится в Москве в театральном институте. Здесь, на съемочной площадке, его учеба продолжается. Ты все равно продолжаешь во время съемочного процесса, а он для меня первый, первый такой большой, продолжаешь изучать себя, изучать эту профессию. Только уже, грубо говоря, не в аудитории учебной, а на полигоне. Уже непосредственно в боевых действиях. Лев Зулькарнаев играет оптимиста Сашу Сосланова по кличке Сос. По сценарию фильма его выгоняют из университета. Ему негде жить. Но он не унывает. Сос верит в удачу. Однажды он делает отчаянную ставку экспресс. И та начинает выигрывать. Но Саша в первый же день теряет карточку для получения выигрыша. У него есть трое суток, чтобы ее найти. Тут начинается его приключение. Мне ничего, наверное, для этой роли не нужно было придумывать сверх себя самого. То есть, то, что называется «я в прилагаемых обстоятельствах». То есть, отходить от себя было бы бессмысленно. Наоборот, и режиссеру, и истории, видимо, нужен я как человек. Длина съемочного дня зависит от места локации или времени суток, которое должно быть в кадре. Ну а если не успевали, то техническая служба выручала. Освещение не отличить от дневного. Съемки проходили в Черкесске, Карачаевске и Тиберде. Во многих эпизодах принимали участие жители нашей республики. А другие помогали в процессе кинопроизводства. На самом деле работа очень сложная, ну, в общем плане. Ну, и очень интересная вдобавок. Чем интересная работа? Ну, вот, как снимают, как это все происходит. От актерской игры до съемок. За всем интересно наблюдать. Что остается за кадром? За кадром? За кадром остается еда, которую мы кушаем. Выход в прокат фильма «Экспресс» планируется в 2022 году. Тогда зрители оценят и увидят результат проделанной работы съемочной группы. Альбина Ламкова, Расул Бердиев. Вести Карачаево-Черкесия, Тиберда. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас продолжение сериала «Шуша». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова